Айзек Азимов. Штрейкбрейхер. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на сервисах Бусти и Патреон. Ссылки в профиле. От автора. Сюрпризы бывают разные. В введении к приходу ночи я объяснил, что успех этого рассказа оказался для меня неожиданным. Что ж, в случае со Штрейкбрейхером я был уверен, что написал настоящий бестселлер. Вещь, на мой взгляд, получилась свежей и оригинальной, и я верил, что она поднимет волнующую глубокую и патетическую социальную тему. Увы, рассказ безмолвно канул в читательское море, не вызвав на поверхности даже легкой ряби. Но в подобных вопросах я нередко проявляю упрямство. Если рассказ мне нравится, значит, он мне нравится, и я включаю его в следующий сборник в надежде дать ему еще один шанс. Это один из немногих рассказов, в отношении которого я могу вспомнить точные обстоятельства, при которых решил его написать. Все произошло во время одной из моих регулярных поездок в Нью-Йорк, которые в то время начинали играть в моей жизни все большую и большую роль. Для меня они представляли собой единственную возможность не писать в течение трех или четырех дней, не испытывая при этом ни угрызений совести, ни беспокойства. Поэтому все, что могло помешать этим поездкам, выводило меня из себя и нарушало мое в остальном непоколебимое спокойствие. В тот раз со мной едва не случился припадок. Можно стерпеть, когда тебе мешает нечто непреодолимое, например, ураган или буря, но забастовка работников подземки, причем не всех сразу, а нескольких специалистов, человек, скажем, тридцати пяти. Оказалось, что им под силу заблокировать весь подземный транспорт, а следовательно и весь город. Ехать в заблокированный город я не решался. «Когда же все это кончится?» — вопрошал я небеса в своей лучшей трагической манере, вытянув одну руку вверх и вцепившись второй в волосы. «Горстка людей способна парализовать огромный мегаполис. Когда это кончится?» Я так и застыл в этой позе, пытаясь додумать ситуацию до логического конца, затем я осторожно разморозил позу, поднялся наверх и написал «Штрейкбрехера». Все закончилось хорошо, объявленная забастовка так и не состоялась, и я благополучно съездил в Нью-Йорк. Еще одна особенность этого рассказа — я люблю порассуждать на его примере, как бестолково иной раз меняют название произведений. Редактором журнала, в котором рассказ был впервые напечатан, работал Роберт Уллоундес, умнейший и приятнейший человек из всех, с кем мне доводилось сталкиваться. Он не имел к этому никакого отношения. Какой-то идиот из верхних эшелонов издательской власти решил назвать рассказ «Мужчина-Штрейкбрехер». Почему мужчина? Что, по его мнению, должно было прояснить это слово в названии рассказа? Чем его обогатить, улучшить? О боже, я могу понять, хоть и не одобряю, забавные изменения, которые с точки зрения издателя привносят оттенок скабрезности и улучшают продаваемость книги. Но в данном случае не произошло даже этого. Ну и ладно, я вернул своему рассказу прежнее название и точка. Элвис Блей потёр пухлые ручки и произнёс. «Самое главное — внутреннее содержание». Он тревожно улыбнулся и поднёс землянину Стиву Ламараку зажигалку. На его гладком лице с маленькими широко посаженными глазками было написано «Беспокойство». Ламарак кивнул, затянулся дымом и вытянул длинные ноги. У него была крупная волевая челюсть и подёрнутые сединой волосы. «Домашнее производство?» — поинтересовался он, критически разглядывая сигарету и пытаясь скрыть собственную тревогу за нервозностью собеседника. «Да?» — кивнул Блей. «Удивительно, как вы нашли в своём крошечном мире место для подобной роскоши», — заметил Ламарак. Он вспомнил, как первый раз увидел Элсвер в иллюминатор космического корабля. Перед ним предстал неровный, безвоздушный планетоид диаметром около ста миль. Серый как пыль, шершавый грубый камень мрачно поблёскивал под собственным светилом, отдалённым на двести миллионов миль. Планетоид был единственным вращающимся вокруг звезды небесным телом, диаметр которого превышал милю. И вот до этого крошечного, миниатюрного мира добрались люди и основали здесь своё поселение. Сам же Ламарак был по профессии социологом, прибывшим посмотреть, как сумело человечество приспособиться к этой причудливой, непохожей на другие ниши. Вежливая, натянутая улыбка Блея растянулась ещё на один волосок. «Мы не крошечный мир, доктор Ламарак», — ответил он. «Просто вы судите о нас в двухмерных стандартах. Площадь поверхности Элсвера составляет лишь три четверти от занимаемой Нью-Йорком территории, но это ничего не значит. Не забывайте, что при желании мы можем занять всю внутреннюю часть Элсвера. Сфера радиусом в 50 миль имеет объём, превышающий полмиллиона кубических миль. Если разбить весь объём Элсвера на уровне с расстоянием в 50 футов один от другого, общая площадь поверхности планетоида составит 56 миллионов квадратных миль, что равняется общей площади поверхности Земли. Причём у нас не будет ни одного непродуктивного клочка, доктор». «Боже милосердный», — пробормотал Ламарак и на мгновение тупо ставился перед собой. «Ну да, конечно, вы правы. Я никогда не пытался взглянуть на Элсвер с такой точки зрения. С другой стороны, это единственный по-настоящему разработанный планетоидный мир во всей галактике. Остальные, как вы заметили, просто не могут преодолеть барьеры двухмерного мышления. Что ж, я безмерно рад, что ваш совет оказался столь любезен и предоставил мне все возможности для проведения необходимых исследований». При этих словах Блэй мрачно кивнул. Ламарак нахмурился. Ему вдруг показалось, что советник совсем не рад его приезду, что-то тут не так. «Вы, конечно, понимаете, — сказал Блэй, — что на самом деле нам ещё расти и расти, пока вырытая заселена лишь незначительная часть Элсвера. Да мы не торопимся особенно расширяться. Всё должно идти своим чередом. В определённой мере нас существенно ограничивают возможности наших псевдогравитационных двигателей и ещё конвертеров солнечной энергии». «Понимаю. Скажите, советник Блэй, могу я начать осмотр с сельскохозяйственных и животноводческих уровней? Для моего исследования это не принципиально, мне просто очень интересно взглянуть на ваши фермы. Даже не верится, что внутри планетоида могут колоситься пшеничные поля и бродить скот. Скот вам покажется мелковатым, доктор. Да и пшеницы у нас немного. Гораздо больше площади отведено под ячмень. Но пшеницу мы вам покажем. А также хлопок и табак. Посмотрите даже фруктовые деревья». «Прекрасно. Как вы говорите, внутреннее содержание. Полагаю, у вас всё проходит полную переработку». От намётанного глаза Ламарака не ускользнуло, что последнее замечание неприятно затронуло Блэю. Элсвирянин прищурился, стараясь скрыть раздражение. «Да, конечно, нам приходится перерабатывать отходы. Вода, воздух, пища, минералы и всё, что мы используем для жизни, должно быть возвращено в первоначальное состояние. Отходы перерабатываются на сырьё. Нам нужна только энергия, а её у нас предостаточно». «Конечно, пока нам не удаётся выйти на стопроцентный уровень, какая-то часть безвозвратно теряется. Каждый год мы импортируем определённое количество воды. Если наши потребности возрастут, придётся ввозить уголь и кислород». «Когда начнём осмотр, советник Блэй?» — спросил Ламарак. Улыбка Блэя утратила остатки теплоты. «Как только станет возможным, доктор, кое-что надо подготовить». Ламарак кивнул, докурил сигарету и затушил окурок. «Кое-что подготовить?» В предварительной переписке об этом не упоминалось. Напротив, складывалось впечатление, что на Элсвере гордятся тем, что их уникальное планетоидное существование привлекло внимание специалистов из других частей галактики. «Я понимаю, что моё присутствие может растревожить тесное, налаженное существование вашего общества», — мрачно произнёс Ламарак и подождал, пока Блэй осмыслит сказанное. «Да», — наконец откликнулся элсверянин. «Мы чувствуем себя отрезанными от всей галактики. Ну и у нас есть свои обычаи. Каждый человек на Элсвере занимает собственную нишу. Появление незнакомца, не принадлежащего к определённой касте, вносит определённую сумятицу». «Кастовая система гибкостью не отличается». «Это так», — поспешно согласился Блэй, «но она обеспечивает определённую устойчивость. У нас существуют строгие правила заключения браков и жёсткое наследование профессии. Каждый мужчина, женщина и ребёнок знают своё место, принимают его и уверены в том, что их тоже признают и принимают. У нас практически не бывает неврозов или умственных расстройств». «Значит, у вас нет неудачников?» — спросил Ламарак. Блэй открыл рот, явно намереваясь ответить отрицательно, но вдруг осёкся. На лбу его обозначилась глубокая морщина. Помолчав, он произнёс. «Я постараюсь всё организовать, доктор. А пока вам следует воспользоваться случаем и хорошенько выспаться». Они поднялись и вышли из комнаты. В дверях Блэй вежливо пропустил землянина вперёд. После разговора с Блэем у Ламарака остался гнетущий осадок. Похоже, дела тут идут не лучшим образом. Местная пресса ещё больше усилила это ощущение, он внимательно изучил её перед сном, движимый поначалу простым любопытством. Восьмистраничная газета была напечатана на синтетической бумаге. Четверть всех материалов составляла персональная хроника — рождение, смерти, данные о расширении сферы обитания, не площади, а объёма. Остальное отводилось под научные очерки, образовательные статьи и билетристику. Новостей в привычном Ламараку виде не было вообще. К ним можно было условно отнести одно сообщение, поражающее своей незавершённостью. За маленьким заголовком «Требования не изменились» шёл следующий текст. Со вчерашнего дня ситуация не изменилась. Главный советник после второй встречи объявил, что его требования неразумны и не могут быть выполнены ни при каких обстоятельствах. Затем в скобках и другим шрифтом было напечатано следующее заявление. Издатели данной газеты согласны, что Элсвер не может и не должен плясать под его дудку, чтобы не случилось. Ламарак трижды перечитал заметку «Его отношения, его требования, его дудка, чьё?». В ту ночь он спал тревожно. На следующий день ему было не до газет, но время от времени он невольно вспоминал эту заметку. Сопровождавший его на протяжении всей экскурсии Блей был ещё более сдержан. На третий день, весьма условно определённой по земной суточной схеме, Блей остановился в одном месте и объявил. «Ну вот, этот уровень полностью занят химическими производствами, интереса он не представляет». Советник повернулся чуть поспешнее, чем следовало, и Ламарак схватил его за руку. «А что производит на этом уровне?» «Удобрение, необходимое в органику», — коротко ответил Блей. Ламарак удерживал его на месте, пытаясь получше разглядеть место, которое Блей так торопился покинуть. Взгляд уперся в близкий горизонт, тесные здания, камни и перекрытие между уровнями. «Скажите, вон там разве это не частное владение?» — поинтересовался Ламарак. Блей даже не взглянул в указанном направлении. «По-моему, это самое большое жилище из всех, что мне доводилось здесь видеть», — сказал Ламарак. «Почему оно находится на фабричном уровне?» Это было любопытно само по себе. Он уже отметил, что на Элсвере все уровни чётко подразделялись на жилые, промышленные и сельскохозяйственные. Землянин обернулся и позвал. «Советник, Блей!» Советник решительно удалялся, и Ламараку пришлось догонять его чуть ли не бегом. «Что-то не так, сэр?» «Простите, я веду себя невежливо», — пробормотал Блей. «Я знаю, есть проблемы, требующие немедленного решения». Он продолжал быстро шагать в неизвестном Ламараку направлении. «Это касается его требований?» Блей застыл как вкопанный. «А что вам об этом известно?» «Не больше, чем я сказал, вычитал в газете». Блей произнёс что-то неразборчивое. «Рагусник», — произнёс Ламарак. «Что это такое?» Блей тяжело вздохнул. «Полагаю, я должен вам объяснить. Всё это унизительно и чрезвычайно запутанно. Совет полагал, что вопрос будет быстро улажен и не должен никоим образом коснуться вашего визита. Вам ничего не положено знать и ни о чём тревожиться. Но прошла уже почти неделя. Я не представляю себе развитие событий, однако, учитывая, как всё складывается, полагаю, что вам следует уехать. Человеку из другого мира нет смысла рисковать жизнью». Землянин недоверчиво улыбнулся. «Рисковать жизнью в таком маленьком благоустроенном мире не верю». «Постараюсь объяснить», — произнёс советник. «Считаю, что я должен это сделать». Он отвернулся. «Как я уже говорил, всё на Элсвере должно перерабатываться и вновь идти в дело». «Да». «В том числе и человеческие отходы». «Естественно», — кивнул Ламарак. «Вода отсасывается из них путём дистилляции и абсорбции. Оставшиеся перерабатываются на удобрения. Часть идёт на сырьё для органики и сопутствующих продуктов. Перед вами фабрики, где совершается данный процесс. И...» В первые минуты на Элсвере Ламарак испытывал определённые трудности при употреблении воды. Он прекрасно отдавал себе отчёт, откуда она берётся, потом ему удалось справиться с этим чувством. «Даже на земле вода добывается из всякой дряни». С трудом преодолевая себя, Блей произнёс. «Игорь Рагусник — это человек, отвечающий за промышленную переработку отходов. Этим занимались его предки с момента колонизации Элсвера. Одним из первых поселенцев был Михаил Рагусник, и он... Он... Отвечал за переработку нечистот? Да. Дом, на который вы обратили внимание, принадлежит Рагуснику. Это самый роскошный и благоустроенный дом на Планитоиде. Рагусник пользуется привилегиями, недоступными большинству из нас, но...» С неожиданной страстью советник закончил. «Мы не можем с ним договориться». «Что? Он потребовал полного социального равенства. Настаивает на том, чтобы его дети воспитывались вместе с нашими, а наши жёны посещали...» Ох, простонал он с нескрываемым отвращением. Ламарак подумал о газетной статье, в которой даже не рискнули напечатать имя Рагусника и объяснить суть его требований. «Полагаю, из-за профессии он считается отверженным?» «Естественно. Человеческие нечистоты и...» Блэй не находил нужных слов. Помолчав, он сказал уже спокойнее. «Как землянин, вы всё равно не поймёте этого. Думаю, могу понять, как социолог». Ламарак вспомнил об отверженных в Древней Индии людях, которые таскали трупы, и о пастухах-свиней в Древней Иудее. «Полагаю, Элсвер не пойдёт на уступки», — заметил он. «Никогда!» — энергично воскликнул Блэй. «Никогда!» «И что же?» «Рагусник угрожает остановить производство. Другими словами, объявить забастовку?» «Да. Это может иметь серьёзные последствия. Воды и пищи нам хватит надолго. В этом смысле рециркуляция не имеет принципиального значения, но нечистоты будут накапливаться и могут вызвать эпидемию. После многих поколений, выросших в условиях тщательного контроля за болезнями, у нас крайне низкая сопротивляемость инфекционным заболеваниям. Если вспыхнет эпидемия, мы начнём гибнуть сотнями. И Рагусник знает об этом?» «Рагусник знает, что он способен осуществить свою угрозу. Он совсем спятил. Он уже прекратил работу. Отходы не перерабатываются с момента вашего прилёта». Мясистый нос Блея сморщился, словно пытаясь учуять запах экскрементов. Ламарак тоже невольно принюхался, но ничего не почувствовал. «Теперь вы понимаете, почему вам было бы лучше улететь?» «Конечно, нам унизительно предлагать вам такой выход». «Подождите», — остановил его Ламарак. «Зачем же спешить? С профессиональной точки зрения это чрезвычайно интересно. Могу ли я переговорить с Рагусником?» «Ни при каких обстоятельствах», — с тревогой заявил Блэй. «Но мне бы хотелось прояснить ситуацию. Здесь у вас уникальные социологические условия, которые невозможно воспроизвести ни в каком другом месте. И как вы собираетесь с ним говорить? Вас устроит видеосвязь? Это возможно?» Я запрошёл согласие совета. Пробормотал Блэй. Члены совета расселись вокруг Ламарака. На надменных лицах застыла тревога. Блэй старательно избегал смотреть Ламараку в глаза. Главный советник, седой человек с иссечённым морщинами лицом и тощей шеей, мягким голосом произнёс. «Если вам удастся его переубедить, мы будем вам очень признательны. Как бы то ни было, не дайте ему понять, что мы готовы пойти на уступки». Прозрачный занавес отгородил Ламарака от членов совета. Он по-прежнему мог различать отдельных людей, но всё внимание землянина было приковано к засветившемуся ровным светом экрану. Вскоре на нём появилась голова человека. Цвета были естественны, а изображение предельно чётким. Сильная, тёмная голова с массивным тупым подбородком и полными красными губами, образующими твёрдую горизонтальную линию. «Кто вы такой?» Подозрительно поинтересовалось изображение. «Меня зовут Стив Ламарак, я землянин». «Из другого мира?» «Да, я прилетел на Элсфер. Вы рогусник?» «Игорь Рогусник, к вашим услугам». Насмешливо произнёс голос с экрана. «Правда вот никаких услуг не будет, пока ко мне и моей семье не начнут относиться как к людям». «Вы сознаёте, какой опасности подвергаете Элсфер? Не исключена вспышка эпидемии?» «Если они начнут относиться ко мне по-человечески, я управлюсь в 24 часа. Всё зависит от них». «Похоже, вы образованный человек, Рогусник». «И что?» «Мне сказали, что вы пользуетесь всеми материальными благами. У вас лучший дом и лучшая на всём Элсфере одежда. Ваши дети получают лучшее образование». «Да, но это достигается при помощи сервомеханизмов. Нам присылают девочек-сирот, которых мы воспитываем до того возраста, когда они становятся нашими жёнами. Они умирают от одиночества. Почему?» В голосе его проснулась неожиданная страсть. «Почему мы должны жить в изоляции, словно монстры? Почему мы не имеем права общаться с другими людьми? Разве мы не такие, как все? Разве у нас нет желаний и чувств? Разве мы не выполняем почётную необходимую функцию? За спиной Ламарака послышался чей-то вздох. Рогусник тоже его услышал и заговорил громче. «Я вижу, там сидят люди из Совета. Ответьте мне, разве это непочётная и необходимая функция? Из ваших отходов делается пища для вас. Неужели человек, очищающий гадость, хуже тех, кто её производит? Слышите, советники, я не сдамся. Пусть весь Элсвер подохнет от эпидемии вместе со мной и моим сыном, но я не сдамся. Для моей семьи лучше умереть от болезни, чем жить так, как мы живём». «Вы ведь с самого рождения так живёте?» Перебил его Ламарак. «Ну и что?» «Полагаю, вы к этому привыкли?» «Ерунда. Какое-то время я с этим мирился. Мой отец всю жизнь прожил в смирении, но я смотрю на своего сына, которому не с кем играть. У меня был брат, а у сына нет никого, и я не намерен больше терпеть. Мне надоело, Элсвер и пустые разговоры». Динамик замолчал. Лицо главного советника пожелтело. Рогусник окончательно рехнулся про Барматалон. Не знаю даже, что с ним делать. Главный советник отпил вина из бокала, и на его белые брюки упало несколько пурпурных капель. «Разве его требования неразумны?» — спросил Ламарак. «Почему нельзя принять его в общество?» В глазах Блея вспыхнула ярость. «Специалисты по дерьму?» Затем он пожал плечами. «Вы с земли!» Ламарак непроизвольно подумал о другом, неприкасаемом, одном из классических героев средневекового карикатуриста Эл Каппа. Его называли по-разному, в том числе и запертым в нужнике. Он спросил. «Разве рогусник непосредственно соприкасается с экскрементами? Я имею в виду физический контакт. Уверен, все делается при помощи различных механизмов?» «Естественно», — проворчал главный советник. «В чем тогда состоят его обязанности?» «Рогусник вручную настраивает эти машины, заменяет неисправные узлы, в течение дня меняет режим работы, перестраивается на необходимое сырье». Советник печально добавил. «Если бы у нас было место для размещения в десять раз более совершенного оборудования, все делалось бы автоматически. Но мы не можем позволить себе такой бессмысленной роскоши». «Но даже в этом случае», — настаивал Ламарак, «все, что приходится делать рогуснику, это нажимать на кнопки, замыкать контакты и тому подобное, так? Так? В таком случае его работа не отличается от любой другой на Элсвере». «Вы не понимаете», — жестко произнес Блэй. «Из-за таких условностей вы готовы рисковать жизнью своих детей? У нас нет выбора», — отрезал Блэй. Советник сказал это с такой мукой, что Ламарак понял, что выхода он действительно не видит. «Тогда сорвите забастовку», — презрительно пожал плечами Ламарак. «Заставьте его». «Каким образом?» — взвился главный советник. «Кто согласится к нему прикоснуться или даже приблизиться?» «Знаете ли вы, как управлять его оборудованием?» задумчиво поинтересовался Ламарак. «Я», — зарычал главный советник и вскочил на ноги. «Я не имел в виду лично вас», — резко остановил его Ламарак. «Я употребил местоимение «вы» в неопределённом смысле. Сумеет ли кто-нибудь другой справиться с оборудованием рогусника?» Ярость постепенно сходила с лица главного советника. «Наверное, можно прочитать в справочниках. Хотя, уверяю вас, я никогда этим не интересовался. В таком случае способен ли кто-нибудь изучить технологию и подменить рогусника, пока он не пойдёт на уступки?» «Да кто же на такое согласится?» «Воскликнул Блей. Во всяком случае, ни я, ни за что!» Ламарак подумал о существовавших на Земле табо. Некоторые из них были столь же суровы. Ему пришли на ум каннибализм, инцест и богохульство в устах набожного человека. «Вы должны были предусмотреть замену для этой должности, а если бы он умер?» «Тогда его место занял бы его сын или ближайший из родственников», ответил Блей. «Что, если у него не оказалось бы взрослых родственников? Что, если вся его семья неожиданно погибнет?» «Такого просто не может быть. Если бы существовала такая опасность, добавил главный советник, мы бы поместили к ним на воспитание ребёнка или двух. Они бы научили их всей премудрости». «Ага. И как вы отбирали бы этих детей?» «Среди тех, чьи матери умерли при родах. Так выбирается будущая невеста Рогусника». «В таком случае выберите его преемника сейчас. Бросьте жеребий», предложил Ламарак. «Но это невозможно». «Нет!» крикнул главный советник. «Как вам могла прийти в голову такая мысль? Когда мы выбираем ребёнка, то он с детства готовится к этой жизни. Он не знает ничего другого. Вы же хотите обречь на рогусничество взрослого человека. Нет, доктор Ламарак, мы не звери». «Не выходит», беспомощно думал Ламарак. «Не выходит». Если только он ещё не мог заставить себя подумать об этом, если только. В ту ночь Ламарак почти не спал. Рогусник просил об элементарных проявлениях человечности. В противном случае тридцати тысяч молсверян грозила смерть. С одной стороны, благополучие тридцати тысяч человек, с другой — справедливые требования одной семьи. Неужели тридцать тысяч человек, поддерживающих подобную несправедливость, заслуживали гибели? Несправедливость по чьим меркам? Земли, Элсвера? И кто такой Ламарак, чтобы делать выводы? А рогусник? Он готов обречь на смерть тридцать тысяч человек, которые всего-навсего воспринимали ситуацию так, как их научили, и ничего не могли в ней изменить? И детей, которые были, вообще ни при чем. Тридцать тысяч с одной стороны, одна семья с другой. Ламарак пришел к своему решению в полном отчаянии. Рано утром он позвонил главному советнику. «Сэр, если вы найдете замену, рогусник поймет, что у него больше нет шансов повлиять на ситуацию и возобновит работу». «Замены быть не может, я вам это уже объяснял». «Вы не найдете замену среди лосверян, но я не селсвер. Для меня все это не имеет никакого значения, я его заменю». Поднялся страшный переполох. Ламарак не ожидал, что все так разволнуются, никто не мог поверить, что он сказал это всерьез. Ламарак не побрился, после бессонной ночи его слегка мутило. «Ну, конечно, я говорю серьезно. Каждый раз, когда рогусник начнет вести себя подобным образом, вы без труда найдете ему замену. Подобного табу не существует ни в одном другом мире, и если вы хорошо заплатите, у вас отбоя не будет от желающих подработать». Ламарак знал, что предает зверски эксплуатируемого человека, но он упрямо повторял. «Если не считать астракизма, с ним обращаются хорошо. Очень даже хорошо». Ему предоставили справочники, и в течение шести часов он читал и перечитывал специальную литературу. Спрашивать было бесполезно. Никто на Элсфере понятия не имел об этой работе, все было в справочниках, и все было крайне запутанно. От обилия деталей и подробностей голова шла кругом. «При загорании красной лампочки на ревуне спирометра стрелка гальванометра А2 должна находиться в нулевом положении», — прочел ламарак. «Ну и где этот ревун спирометра?» — спросил он. «Там должно быть написано», — пробормотал Блей. Элсферяне угрюмо переглянулись и опустили головы, разглядывая кончики пальцев. Его оставили одного задолго до того, как он дошел до небольшого помещения, где находился рабочий пульт многих поколений рогусников. Землянин получил подробные указания, где повернуть и на какой уровень выйти, но никто не вызвался его проводить. Он с трудом разбирался в обстановке, пытаясь по надписям и описаниям в справочнике определить нужные приборы и механизмы. Вот ревун спирометра, подумал ламарак с мрачным удовлетворением. Аппарат имел полукруглый циферблат с многочисленными углублениями, в которых, очевидно, должны были светиться разноцветные лампочки. Тогда почему ревун? Этого ламарак не знал. Где-то, думал землянин, накапливаются нечистоты, давят на заслонки и клапаны ждут, когда их начнут обрабатывать сотни разных способов. Сейчас они просто накапливаются. Не без содрогания он поставил, как указывалось в справочнике, первый переключатель в положение начала процесса. За стенами из-под пола послышалось ровное гудение. Он повернул рукоятку и вспыхнули лампочки. Все свои действия он сверял со справочником, содержание которого помнил уже наизусть. С каждым щелчком приборов комната наполнялась светом, вспыхивали датчики, дергались стрелки индикаторов и нарастал гул. Где-то в глубине цехов насосы погнали скопившиеся нечистоты по нужным трупам. Резкий сигнал заставил ламарака вздрогнуть и вывел его из состояния болезненной концентрации. Это был вызов на связь, и он тут же включил телеприемник. На экране показалась голова рогусника. В глазах его застыло изумление. «Вот, значит, как». «Наконец, пробормоталон». «Я не Элсвирянин рогусник. Для меня это ничего не значит». «Тогда чего ты сюда полез? Зачем вмешиваешься?» «Я на твоей стороне, рогусник, но иначе просто не могу». «Почему, если ты на моей стороне? Разве в твоем мире обращаются с людьми так, как они обращаются со мной?» «Больше нет. Но даже если ты прав, нельзя забывать о тридцати тысячах человек, живущих на Элсвире». «Они бы уступили. Ты все испортил. Это был мой последний шанс». «Они бы не уступили. К тому же ты в некотором роде победил. Они поняли, что ты возмущен. До сегодняшнего дня они и подумать не могли, что рогусник может быть недоволен, что он может причинить неприятности». «Вы что с того, что они это узнали? Теперь они всегда смогут пригласить человека из другого мира». Ламарак энергично замотал головой. Эта мысль не оставляла его последние горькие часы. «Они знают, а значит начнут о тебе думать. Найдутся те, кто посчитает, что с человеком нельзя так обращаться. А если они начнут приглашать людей из других миров, вся галактика узнает, что творится на Элсвере. Общественное мнение будет на твоей стороне». «И что тогда?» «Все изменится. Когда вырастет твой сын, ситуация поменяется к лучшему». «Когда вырастет мой сын?» Угрюма повторил рогусник. Щеки его ввалились. «А я мог добиться этого сейчас. Ладно, я проиграл. Я возвращаюсь к работе». Ламарак почувствовал непередаваемое облегчение. «Если вы придете сюда, сэр, я посчитаю за честь пожать вашу руку». Рогусник вскинул голову. В глазах его светилась мрачная гордость. «Ты обратился ко мне, сэр, и предложил пожать руку. Занимайся своими делами, землянин, нанесусь в мои, а руки я тебе не подам». Ламарак проделал обратный путь, радуясь тому, что кризис завершился, и испытывая одновременно глубокую депрессию. Дойдя до перегороженного коридора, он с удивлением остановился. Ламарак огляделся в поисках другой дороги, но тут откуда-то сверху прогремел голос. «Доктор Ламарак, вы меня слышите?» «Говорит советник Блэй». Ламарак вздрогнул и поднял голову. Казалось, голос доносился из динамика громкой связи, но он его не увидел. «Что случилось? Вы меня слышите?» «Слышу». Ламарак непроизвольно перешел на крик. «Что случилось? Здесь какая-то преграда. Возникли сложности с рогусником?» «Рогусник вернулся к работе. Кризис завершился, вы должны готовиться к отлету». «К отлету?» «К отлету, Селсвер. Вас уже ждут на корабле». «Подождите, я же не закончил исследование». «Ничем не могу помочь. Вас проводят на корабль, сервомеханизмы доставят туда ваши вещи. Мы считаем... Мы считаем...» «Что вы считаете?» В голове Ламарака начало проясняться. «Мы считаем, что вам не следует общаться ни с кем из жителей Элсвера. Надеюсь, вы постараетесь избежать неловкости и больше сюда не прилетите. Мы готовы встретить ваших коллег, если вам необходима дополнительная информация». «Понятно», глухо произнес Ламарак. «Похоже, он сам стал рогусником. Он прикоснулся к приборам, которые соприкасались с нечистотами, он сам стал неприкасаемым. Стал охотником за трупами пастухом свиней, запертым в нужнике. «Прощайте», сказал Ламарак. «Прежде чем мы вас отправим, доктор Ламарак, спасибо вам от имени совета Элсвера за помощь в разрешении кризиса». «Не стоит», горько произнес Ламарак. 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 Продолжение следует...